Пустырь между Павловским трактом и улицей Взлетная. Об этом месте точно знает почти каждый житель индустриального района, потому что эта точка соединяет между собой важные оживленные кварталы. Но ходить здесь не то чтобы неудобно, сколько небезопасно. Кругом овраги, ямы, кучи бытового и строительного мусора. А ведь место, проходная точка и короткий путь для горожан. Она не только связывает между собой улицы, но и ведет к одному из крупных ТРЦ города. Мало кому известно, что еще с советских времен эта территория составляла огромную площадь и была отдана под строительство парка. Но эта идея ушла в небытие. Сейчас неравнодушные жители своими силами пытаются разобрать мусор и выходят на субботники. Мы узнали о том, что вот эта территория, вот этот пустырь с оврагом, должны быть территории парка. По плану, по кадастровой карте он отдан под парк и зоны отдыха. И мы так поняли, что просто никто этим не занимается. Ну и решили начать с того, чтобы просто прибраться тут маленько, убрать вот эти дорожки, которые уже используются горожанами для прохода. А вот вырезка из газеты 1987 года. В ней говорится, что в индустриальном районе Барнаула у Павловского тракта заложен парк в честь 50-летия образования нашего края. Около двух тысяч барнаульцев пришли туда, чтобы высадить пять тысяч деревьев. Свою работу они сопровождали, как настоящие советские жители, песнями, лозунгами и плакатами и верой в светлое будущее. Вокруг юбилейного парка будет строиться новый огромный жилой микрорайон, рассчитанный на десятки тысяч жителей. И парк станет прекрасным местом проведения их досуга. Огромный микрорайон построили, но вот парк так и не появился, а посаженные деревья не прижились. Впоследствии место стало лакомым кусочком для коммерческих и жилых построек. Если вы посмотрите на кадастровую карту, Павловский тракт, улица Взлетная, Шумакова, то есть вот эта территория, которая в советское время в 70-е годы отдавалась как некий зеленый резерв под развитие новых микрорайонов, то есть это должен был быть парк районного притяжения, она постепенно приходила в упадок и в общем-то деградировала. Как вы видите, по ее периметру постепенно отмежевывали участки различного значения. От заложенной площади на парк сохранилось менее 30 процентов. Из оставшегося сплошные овраги. Откуда они там появились, непонятно, но у Барнаульского краеведа на этот счет есть исторические сведения. Есть версия более такая вот подобная, она уже как бы хорошо хранится в истории. Павловский тракт, когда строили вот эту вот протяженность его дальше, глину оттуда брали для насыпки, поднятия полотна. Вот это вот тоже есть. Образовались и на дне этих оврагов, я туда несколько раз ходил и с ребятами мы ходили, там родники. Виктор Александрович преподает историю в одной из школ Барнаула и вместе с учениками по крупицам восстанавливает историю авиации края. Он нам и рассказал, что в начале 20 века на месте современных улиц Попова, Павловского тракта и Малахова располагался аэродром. На месте нынешних домов из земли торчали аэродромные конструкции, а на пустырь за Европой спускались парашютисты. Сейчас об авиационном прошлом этого квартала напоминает лишь улица Взлетная и ее самолет. К слову, это место у барнаульцев считается криминальной зоной. Не так давно здесь средь бела дня напали на женщину. Поэтому местные жители уж тем более по ночам ходить здесь просто боятся. Мы тут не ходим в школу. Здесь очень страшно. Особенно когда тут то нападали, то еще что-то. Мы после этого и перестали вообще здесь ходить. Вот только в солнечный день, когда тепло, никого нет. Ну да, это недоработка, конечно. Было бы хорошо, если бы здесь был хороший парк. Район вокруг огромный, но в его черте нет ни одного парка. Пустырь – единственный оставшийся свободный клочок земли. Как добавляют эксперты, для частных застройщиков это место не особо востребовано из-за оврагов. А вот разместить там парковую зону – удачное решение. Могу сказать, что там довольно интересный рельеф. Сложный, но интересный. Рельеф, скажем так, это практически всегда лучше, чем отсутствие рельефа, потому что позволяет благоустройство делать более разнообразным. Можно создавать гроты, террасы, можно создавать амфитеатры, интегрированные в рельеф, перепады высоты, можно создавать водоемы и прочее. По старым советским генпланам эта территория должна была быть парком, и не просто парком, а частью очень важного зеленого каркаса города. Ну, во-вторых, потому что индустриальный район, пожалуй, самый обделенный район с точки зрения зеленых зон. Там живет больше ста тысяч человек, в основном молодых, семей с детьми, и они не имеют возможности гулять со своими детьми, отдыхать полноценно в зеленых зонах. Мы сделали запрос в администрацию города в надежде, что они поделятся планами на эту территорию. Пока неравнодушные горожане хотят провести здесь субботник, 29 октября. На него приглашают и всех желающих. Пока это место совершенно одиноко и бесхозно, хотя вокруг него кипит жизнь целых кварталов. Горожане надеются, что все же эту пустоту получится заполнить, например, красивой парковой зоной. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.